На теле скорпионы на пальцах татуированные перстни. Барнаульские осужденные совершают омовение в святой купеле на территории своей колонии. Говорят, хорошо бы вместе с совершенными преступлениями смыть и росписи на теле. Вы жалеете, что набили? Полностью очень жалею. Даже на руке порой стыдно руку показать. И на работе это очень мешает. При устройстве на работе и вообще в коллективе. На улице минус 18 мороз немного кусается. Впрочем, для крещения это совсем не холодно. И благослови достояние твое. Вот сейчас купание крещенское носит такого характера развлечения. Можно ли говорить о том, что здесь в заточении люди более серьезно к этому относятся, чем на свободе? 511 человек находятся в Рио-1. Сколько мы сегодня видели здесь человек? Ну 20. 20 человек это какой процент из 500? Вот. Ну так же и если бы у всех была возможность, ну маленько еще что-то принято покупаться, конечно их было бы больше, как на свободе. Вот. Такой же процент примерно и на свободе. То есть из всей массы людей, которые идут получить какой-то драйв, ну вот этот адреналин за счет стресса во время купания в холодной воде. Вот из них такой же процент, один процент это те, кто идут это делать осознанно. В этом году смыть грехи осужденным было проще всех. Искать, где окунуться им не надо, в отличие от барнаульцев. Из-за непростой эпидобстановки запретили популярные места купаний. Совершить омовение можно только в одном месте – на озере Пионерское. Вот только в городе у нас два озера с таким названием. И большинство людей приехали не к тому. Вы расстроились? Ну конечно как бы это. Готовились к купанию. Теперь придется быть немытыми. Вот. Придется быть немытыми. Я уже сегодня в 12 часов, в первом часу ночи три ведра на себя выливал воды. Хотел в проруби искупаться. Ну не получилось. Отсаду с удовольствием, занырнули. Так что вот так. К слову, потенциальные места купания патрулировали сегодня правоохранители, чтобы не было нарушителей. Речной вокзал, крещенский городок, без купели как будто осиротел. На льду не должно быть больше 60 человек. Но сегодня едва наберется десяток. Пришли умыться и набрать святой воды. Купаюсь уже восьмой год. Вот. Ну вот в этом году, видите как, вот хоть умыться пришли. Жалко очень, что нету, конечно, купели. Как вы думаете, ну это действительно такие вынужденные меры, что купельня... Ну я думаю, что нет, это не вынужденные. Все-таки надо было сделать. Все-таки это праздник, это праздник. Сегодня пришли водичку набрать. Каждый год это делаете? Ой, обязательно. В пункте ходить за водичкой только сюда. Не признаю ни из крана, ни в церкви. Хожу только сюда. Она целебная? Ну, не знаю. Считаю, что это так. От коронавируса поможет? Думаю, да. Я прихожу сюда несколько лет уже подряд за водой. И она действительно стоит, и она действительно не портится. Ну и в хозяйстве мы ее употребляем. Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день имеет целительные свойства. И можно растереть лицо или руки и обрести привлекательность и здоровье. К слову, набрать воды можно и на Свято-Никольском источнике. Проезд Канатный 75. Ну а если душа и тело все же просит купания? Окунуться в воду можно на озере Пионерское в районе Булыгина. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.